Привет! Сегодняшняя тренировка будет состоять из двух частей. Первая часть целиком и полностью посвящена одному из лучших, а может быть и даже самому лучшему упражнению, которое можно делать с собственным весом, это отжимания. Отжимания то из немногих упражнений, которые в одиночку способны поменять ваш внешний вид существенно, так, чтобы это было видно со стороны и вам лично. Помимо этого отжимания имеют сотни вариаций, их можно делать где угодно, когда угодно, как вы видите сейчас на этом видео, их можно вставлять в любой комплекс и их может освоить любой человек. Первая часть занятия будет целиком и полностью посвящена пятишаговой модели обучения отжиманиям, с помощью которой любой из вас может сделать свое первое самостоятельное отжимание в упоре лежа, либо спрогрессировать, если вы уже умеете отжиматься, девушки могут дойти до 20 отжиманий плюс-минус, мужчину до 50 отжиманий тоже плюс-минус в течение трех месяцев регулярных тренировок. Расскажу, как построить свои занятия, как научиться отжиматься, как сделать так, чтобы у вас не болели запястья, не болели плечи очень часто, побочный эффект от отжиманий. И во второй части я предложу вам сделать классный комплекс, который помимо того, что хорошенько подгрузит ваш плечевой пояс, пресс, грудь, плечи, руки, все-все-все, но и заставит вас потратить много-много-много калорий. Также этот комплекс хорош тем, что вы сможете, используя его, повторяя раз в 2-3 недели, оценивать свой прогресс. Вы будете четко видеть, насколько вы смогли улучшить свое состояние за это время. Не будем затягивать, поехали. Как я говорил, в первой части мы научимся с вами делать свое первое самостоятельное отжимание. Если вы умеете посмотреть, возможно, будете учить кого-то из своих друзей, знакомых, соседей, детей, тоже будет полезно. Это модель классическая, которая применяется в обучении детей, которая применяется в обучении взрослых, которые только начали свою спортивную карьеру, и она работает абсолютно безотказно на всех. Основной смысл в том, что мы постепенно усложняем движение, приходим к классическому отжиманию поэтапно, разделяя от простого к сложному. На протяжении обучения отжимания мы стараемся увеличивать рабочий объем, то есть сделать как можно больше повторений для того, чтобы ваше тело прогрессировало и вы становились сильнее. Начнем с основного, с безопасности. Очень часто люди жалуются на то, что у них болят запястья во время того, как они отжимаются. Становимся в упор лежа, особенно если есть лишний вес, это очень большая нагрузка на запясть, они начинают болеть, сдаваться и могут болеть даже потом в обычной жизни. Это не есть хорошо. Для того, чтобы это не случалось, нужно научиться всего лишь правильно ставить руки на пол. Первое, что нужно запомнить, мы никогда не давим вот на эту часть, где у нас как бы основание пальчиков, потому что в этом случае вся нагрузка ложится как раз-таки на ваше запястье, будет очень больно, это тяжело любому человеку, даже подготовленному. Стараемся делать так, чтобы вес тела давил ровненько вот сюда. Это можно почувствовать легко, если вы ставите руку на пол, если вы можете даже оторвать немножко пальцы от пола, значит вы поставили руки правильно. Если же у вас рука стоит вот в таком вот положении, нагрузка идет на запястье, очень большая, это будет плохо. Поэтому руки всегда нужно ставить немножечко шире плеч. Ладошки можно ставить в принципе в любое положение, они могут смотреть прямо, могут смотреть под углом, но вы должны чувствовать, что вы можете в этом положении оторвать пальчики от пола. Это будет говорить о том, что вы стоите правильно. Рука не должна стоять под 90 градусов к полу, руки стоят под небольшим углом. Тогда нагрузка будет распределяться довольно безопасно. Это было первое правило. Второе, старайтесь не поднимать локти вверх, когда вы отжимаете силой отводить в стороны. Локти должны смотреть под небольшим углом к телу, не под 90 градусов, немножечко ближе к корпусу их прижимаем. Тоже правильное безопасное положение, которое позволит снять неправильную нагрузку с плеч. Перед классическим отжиманием можно образно выделить 4 этапа, которые нужно пройти. Стараемся задерживаться на каждом этапе до тех пор, пока вы не можете сделать полноценных 8-10 повторений в той вариации, на которой вы, собственно, остановились. И первое из них – это отжимание от колен волной. Мы волной опускаемся вниз, волной поднимаемся вверх. Как это будет выглядеть? Мы становимся не в классический упор лежа, мы становимся в упор на коленки. Для того, чтобы наши коленные чашечки не болели, мы смещаемся немножко вперед, и вес тела будет давить не на само колено, а немножечко выше, как будто на нижнюю часть бедра. Это будет выглядеть примерно вот так. Оторвали ноги, сместились вперед, вот наше исходное положение. Из этого положения стараемся волной опуститься вниз. Что значит волной? Это значит, что мы сначала опускаем таз, затем опускаются грудь и плечи. Полностью ложимся на пол и точно так же, в таком же порядке поднимаемся. Стараемся выполнить 6-8 таких повторений подряд и сделать не меньше 5 подходов. Между подходиками делайте паузу в 1-1,5 минуты. Старайтесь делать весь этот объем, выделить на тренировку, ну хотя бы 15 минуточек в день, для того, чтобы вы успели согреться, подготовить место и поотжиматься. Еще раз показываю отжимание волной, самый первый этап, с которого стоит начинать, если вы новичок. Стопы крест-накрест, корпус вперед, стоим на коленях, волной опускаемся вниз, волной поднимаемся вверх. Когда вы освоили отжимание волной, когда вы сделали своих первых 8-10 повторений подряд, не разбивая подход, не делая отдых, можно попробовать перейти ко второму этапу. Во втором этапе старайтесь вниз опускаться ровно, плавно, так, чтобы все части тела коснулись пола одновременно, и бедра, и живот, и грудь. А вверх уже отрываемся волной. Как это будет выглядеть? Становимся в исходное положение, опускаемся ровненько вниз, стараемся делать так, чтобы грудь коснулась пола вместе с животом и с бедрами одновременно. Вверх поднимаемся волной. Важно на подъеме волной сильно не прогибаться в пояснице, не делать таких движений, не ставить свою спину в неловкое положение. Так работаем тоже до тех пор, пока вы не можете сделать 8-10 полноценных отжиманий в 5 подходах. Вы можете первых 2 подхода делать, допустим, выполняя упражнение из шага номер 2, который только что показал, когда вы устали, перейти на первый шаг и выполнить отжимание волной снова. Ваша главная задача – наработать большой объем движений. На третьем этапе мы уже переходим к отжиманиям в упоре лежа. Становимся в полноценный упор лежа, но вниз мы опускаемся снова волной, и опуская сначала колени, затем бедра, живот и грудь, и точно так же поднимаясь вверх. Это уже очень близко к первому самостоятельному отжиманию. Аналогично работаем не меньше 5 подходов, пока не сможете делать 8-10 полноценных отжиманий. Волной на следующий этап не переходите. Следующий шаг – это уже половина полноценного отжимания. Становимся в упор лежа, и наша задача здесь опуститься плавно на пол, так, чтобы у нас грудь живет, бедра коснулись пола одновременно. После этого поднимаемся волной. Плавно опускаемся вниз, вверх поднимаемся волной. Это уже практически ваше первое полноценное честное отжимание. Все то же самое. Доходим до 80 повторений и пробуем сделать красивое, ровное первое отжимание в упоре лежа. В отжиманиях для того, чтобы вы могли адекватно оценивать свой прогресс, старайтесь все движения выполнять одинаково. Полностью ложиться на пол, полностью подниматься. Не нужно лежать на полу долго, просто коснулись грудью, животом, бедрами, поднялись. Коснулись, поднялись. Только в таком случае вы сможете объективно оценивать свой прогресс, потому что в противном случае бывает такое, что кто-то отжимается так, кто-то отжимается так, а бывает, что это все делает один и тот же человек и не может понять, почему вчера он делал 50 отжиманий, а сегодня может сделать только 20. Поэтому все отжимания делаем честные, полностью опускаемся на пол, полностью поднимаемся. Это и есть классическое отжимание. Пройдя такой алгоритм, любой человек в течение месяца-двух, кто смотря с какой точки начинал, учится отжиматься и уже может выполнять это упражнение полноценно, используя во всех комплексах, не боясь его, не избегая и чувствуя себя лучше физически. Теперь, собственно, перейдем ко второй части. Это комплекс, о котором я вам говорил. Комплекс можно использовать как мерило вашего прогресса, как способ сжечь как можно больше калорий и просто для развлечения, как хорошую тренировку. Комплекс будет выглядеть следующим образом. Вам понадобится таймер, секундомер, кладете перед собой, включаете, время постоянно идет. Ваша задача каждую минуту делать на одно отжимание больше. В первые минуты вы делаете только одно отжимание. До конца минуты вы не отжимаетесь. Все. Это ваше время отдыха, которое мы будем посвящать тому, что вы будете выполнять ходьбу или бег на месте. Как только прошла минута, началась следующая. Вы выполняете два отжимания. Остаток времени посвящаете их ходьбе или бегу на месте. Третья минута – три отжимания. Бег на месте. Четвертая минута – четыре. Пятая – пять. И так до тех пор, пока вам хватает минуты для того, чтобы выполнить необходимое количество движений. То есть в какой-то момент наступит такая точка, в которой вы не сможете выполнить, допустим, 15 отжиманий. Минута прошла, вы 15 раз так и не отжались. Значит, на этом на сегодня ваш комплекс закончен. Что касается самого вида отжиманий. Перед этим мы сделали пять вариаций. Включая отжимания классические, выбирайте ту, на которой вы сегодня можете выполнить 8, 10 и больше повторений желательно, и остановитесь на ней. Включаем таймер, время пошло, выполняем одно отжимание. И до конца минуты выполняем бег на месте. Никуда убегать не нужно, ускоряться сильно не нужно. Наша задача – все время находиться в движении. Работают ручки, работают ноги. Ноги от пола можно даже не отрывать. Мы бежим так до конца минуты. Как только видим на часиках 1.00, выполняем 2 отжимания. Затем точно так же выполняем 3 отжимания, 4. И так до тех пор, пока у вас хватает силы, запаса времени, чтобы выполнить необходимое количество отжиманий. Одно важное дополнение. Если, к примеру, вы дошли до точки в 10 отжиманий, но понимаете, что вы не можете сделать 10 отжиманий подряд, у вас всегда есть целая минута для того, чтобы закончить свое задание. То бишь, вы можете отжаться 5 раз, посидеть, отдохнуть, немножко встряхнуть ручки, сделать еще 2 раза, еще 2 раза и еще 1 раз. То есть у вас есть целая минута, чтобы закончить ваших 10 повторений, или 20, или 30, кто докуда дошел. Спустя пару недель можете повторить этот комплекс и сравнить, на сколько ступенечек дальше вы смогли продвинуться. Всем удачи! В комментариях жду, сколько кругов удалось сделать. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok